Есть понятие в Америке national interest, национальные интересы. Интересы, то есть, значит, правильно вы говорите, это люди. И люди, у них есть эмоции, есть страсть, есть злость, есть любовь, все это. В России у нас президент один, его слово отцовское. Он патриарх в этом смысле, понимаете? Не церковный патриарх, понимаете смысл? Значит, он сказал, он сделал, все практически идут за ним, он вождь, понимаете? И такие понятия есть в Ближнем Востоке, шейхи в Эмиратах, в Дубае, в Кувейтах, понимаете? Значит, так же здесь. Это такая власть, это нельзя сказать, что... Поэтому один человек решает много чего. Там в Америке совершенно другая история. Значит, Барак Обама, он, неважно его мнение, важно до какой-то степени. Дальше есть народ, представители народа, это сенат, сенаторы, есть конгресс. Ему сложно выдвинуть любой вопрос, как он хочет. Он боролся с своим вот этим страховой вот этой системой, Барак Кер, Обама Кер. Боролся и в итоге, извините за выражение, все неудачно, то есть все мучаются этим. Поэтому их личные отношения, мне кажется, мне кажется, Барак Обама прекрасно знает Путина, Путина знает его очень хорошо. У них очень хорошее отношение, есть симпатия человеческая. По глазам я вижу, наш президент Путин очень тепло относился всегда к Бараку Обама, потому что он реальный человек. Он действительно парень, который пришел с улицей. В Америке есть понятие «hood», «hood» — это где вот черные живут и выросли в «projects», вот эти дома. Он оттуда, то есть он пришел с улицей, он понимает жизнь, он знает, бедный, как должен жить. Также наш президент, он знает улицу очень хорошо, понимаете, он пришел, он знает, поэтому эти люди понимают. Но политика — это грязное белье человека, которого мы должны сохранить, это грязное белье, у нас дома. Не просто повесить перед людьми, смотрите, какие у меня трусы, грязные, понимаете?